Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос дня» и я ее ведущий Александр Климов. Военнослужащие Хакасии продолжают обеспечивать жильем. В этом году в Абакане сдали дом, квартиры в котором получили семьи военных. Кроме этого предусмотрены различные формы поддержки, которые позволяют обзавестись военнослужащим собственными квадратными метрами. Подробнее о них мы поговорим с руководителем отделения территориальная города Абакан, Центр регион жилье Министерства обороны России Андреем Балкомским. Андрей Григорьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Андрей Григорьевич, расскажите в целом, какие формы обеспечения жильем военнослужащих в настоящее время существуют в нашей стране? С 1998 года в соответствии с 76-м федеральным законом основная форма обеспечения военнослужащих – это квартира. Квартира предоставлялась по договору социального найма. В дальнейшем, в 2004 году появилась еще одна форма обеспечения – это накопительная ипотечная система для военнослужащих. И в 2013 году, в декабре, были внесены изменения в федеральный закон 76-й о статусе военнослужащих, согласно которого появилась одна еще из форм обеспечений, как жилищные субсидии. Многие годы в Хакасии не строилось служебного жилья, но в этом году в Абакане сдали многоквартирный дом. Много ли семей получили в нем квартиры? Действительно, 29 мая 2018 года, по государственному контракту 2015 года, заключенным Министерством обороны, был сдан первый 50-квартирный жилой дом, в котором был полностью нами заселен, и 50 счастливых семей военнослужащих в него заехали. А кроме данного дома, который был сдан в этом году, где еще предоставляются служебные квартиры военнослужащим? В настоящее время, по тому же государственному контракту 2015 года, Министерством обороны продолжается строительство четырех жилых домов для военнослужащих нашего гарнизона. А после сдачи этих домов потребность в служебном жилье будет полностью закрыта? Практически будет закрыта, мы предполагаем, не менее чем на более 90%. Андрей Григорьевич, кроме предоставления служебного жилья, Министерство обороны помогает военнослужащим обзавестись собственными квадратными метрами, то есть приобрести себе квартиру. В этом плане наиболее популярна жилищная субсидия. Расскажите о ней подробнее. Что это такое? Действительно, в 2013 году, как я говорил выше, внесены изменения в федеральный закон 76-й. Помимо предоставления жилья по договору социального найма, военнослужащий может получить денежные средства, жилищную субсидию. Для этого правительством Российской Федерации было издано постановление 76-е в 2014 году, в феврале месяце, согласно которого происходит расчет средств жилищной субсидии военнослужащим. А министром обороны издан приказ 510-й, согласно которого, для того, чтобы стать участником жилищной субсидии, военнослужащему достаточно подать заявление о предоставлении средств жилищной субсидии, открыть банковский договор. То есть субсидии – это аналогия ипотеки, только выдает ее не банк, а Министерство обороны? Нет, ипотека совсем другое. А средство жилищной субсидии предоставляется военнослужащему, который имеет выслугу 20 лет и более, либо увольняется с выслугой более 10 лет по льготным трем основаниям. Это оргштатные мероприятия, это состояние здоровья военнослужащего, не позволяющему нести в дальнейшем службу, либо увольнение из рядов вооруженных сил по достижении предельного возраста. В этом случае военнослужащий имеет право получить денежные средства непосредственно на свой личный счет, и которыми может распоряжаться по своему усмотрению. Но прежде чем получить жилищную субсидию, необходимо быть признанным нуждающимся в жилье, правильно? Вы абсолютно правы. В соответствии с этим он должен обратиться непосредственно в территориальный орган жилищного обеспечения. Его документы должны быть рассмотрены. Подаются документы на основании статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и в соответствии с 76-м федеральным законом о статусе военнослужащего. Уполномоченный орган Министерства обороны в лице отделов и отделений рассматривает данные документы и выносит решение о признании данного гражданина нуждающимся в жилом помещении по договору социального найма, либо нет. Решение о том, что он не признан нуждающимся, может быть в установленном порядке обжаловано. Насколько популярна эта мера поддержки? Много ли семей в этом году уже получили жилищную субсидию? Действительно, это одна из наиболее приоритетных государственных задач обеспечения жильем военнослужащих. Поэтому данная форма очень себя сильно зарекомендовала, является приоритетной. И на сегодняшний день 18 счастливых семей военнослужащих уже получили средства жилищной субсидии. А сколько сегодня у нас в регионе семей, признанные нуждающимися в собственном жилье? На текущую дату по договору социального найма по Абаканскому-Козыльскому гарнизону признано 72 военнослужащих. То есть эти 72 семьи имеют право на получение жилищной субсидии? Да, вы абсолютно правы. Если они напишут заявление о перечислении средств жилищной субсидии и откроют расчетный счет в банке о перечислении денежных средств, то, безусловно, они будут иметь право претендовать на средства жилищной субсидии. Андрей Григорьевич, а, кстати, те семьи, которые получили, вот, к примеру, в новом доме служебное жилье, они не теряют право получить жилищную субсидию? Нет, абсолютно. Только нужно знать о том, что очередь абсолютно разная. Очередь на предоставление жилья по договору социального найма – это одна очередь, а очередь по предоставлению служебного жилья – это другая очередь. Почему? Потому что в соответствии с 76-м федеральным законом военнослужащий, прибывающий к новому месту службы, в течение трех месяцев обеспечивается служебным жильем. В случае его отсутствия ему выплачиваются денежные средства за найм, под найм жилья. А какую субсидию может получить военнослужащий для покупки жилья? Достаточно просто военнослужащему посчитать денежные средства, которые ему ориентировочно будут перечислены Министерством обороны при наличии к тому оснований. Для этого необходимо просто-напросто военнослужащему выйти на официальный сайт Министерства обороны. Там имеется калькулятор. Необходимо военнослужащему ввести следующие данные в эту формулу. Прежде всего, это состав семьи военнослужащего, продолжительность военной службы в календарном исчислении и сумма стоимости одного квадратного метра. На сегодняшний день стоимость одного квадратного метра утверждена была 42 753 рубля. То есть, заполнив в данном калькуляторе три вот этих значения, мы получим ориентировочную сумму, которая будет выплачена Министерством обороны военнослужащему в случае предоставления средств жилищной субсидии. А сама процедура оформления жилищной субсидии, она длительная? Нет, абсолютно нет. Военнослужащий в соответствии с жилищным кодексом 76-м федеральным законом подает документы. В течение 30 дней они рассматриваются, принимается решение, после чего он пишет заявление о перечислении средств жилищной субсидии. Открывает счет в банке, куда будут перечислены в будущем денежные средства. И в соответствии с жилищным кодексом в порядке очередности военнослужащему предоставляются денежные средства. Если вернуться к сумме, из ваших слов я понял, что сумма зависит от состава семьи и выслуга. Это более 20 лет. А звание, к примеру, образование, оно как-то влияет на сумму выделяемой субсидии? Безусловно, 76-м федеральным законом, в частности, предусмотрено, что военнослужащие в звании полковника и выше, а также командиры воинских частей имеют дополнительное право на дополнительные квадратные метры жилья. И в настоящее время это 15 квадратных метров. Андрей Григорьевич, а что будет с субсидией на жилье, если супруги оба военнослужащие и оба были признаны нуждающимися в жилье? Ситуация достаточно обыденная для нас в том плане, что в таком случае мы предоставляем одному из военнослужащих из членов семьи денежные средства в виде жилищной субсидии, а второй военнослужащий получает в составе семьи денежные средства и, соответственно, оба военнослужащие снимаются с реестра нуждающихся. А жилье приобретается по месту прохождения службы или это не влияет? Это один из приоритетов средств жилищной субсидии, что действительно здесь ряд преимуществ жилищной субсидии. Прежде всего, первое, помимо тех денежных средств, что получил военнослужащий, он может привлечь средства материнского капитала, может собственные накопления, кредитные средства получить в банке. Плюс к этому, военнослужащий имеет право заключить договор долевого участия с застройщиком, в частности, строящему жилое помещение. Соответственно, может сам выбрать этаж, планировку и площадь будущего жилого помещения. Жилищные субсидии позволяют военнослужащие самостоятельно построить свой дом или квартиру, выбрать место постройки. Плюс к этому, выбрать даже регион Российской Федерации, где будет находиться его жилое помещение. Андрей Григорьевич, а за полученную субсидию придется отчитываться? Вы отслеживаете, на что и куда были потрачены средства? Абсолютно нет. Министерством обороны принято такое решение. После перечисления средств жилищной субсидии на личный счет военнослужащего, с момента поступления в отдел отделения, либо в управление, выписки из казначейства, перечисления денежных средств, мы в течение трех дней снимаем данное военнослужащие с реестра нуждающихся в жилом помещении. После чего данное решение о снятии направляется к командованию воинской части, самому военнослужащему и финансовый орган Министерства обороны. И Министерством обороны не отслеживается именно момент, на что потрачены данные денежные средства. Но хочу вас заверить, что по Абаканскому гарнизону не было случаев, чтобы военнослужащие, где денежные средства, тратили не на жилые помещения. Как правило, в 100% случаев военнослужащие и члены семьи приобретают жилые помещения, даже не одно жилое помещение есть случаи у нас такие. Остаются даже денежные средства на ремонт жилых помещений, в том числе даже на приобретение транспортных средств. Но все-таки условия по выделению жилищной субсидии должны подбираться индивидуально для каждой семьи. Где можно подробнее узнать о жилищной субсидии? Более подробно о предоставлении жилищной субсидии можно узнать в данном случае в нашем отделении, которое расположено в здании военного комиссариата Республики Хакасия по адресу Пушкина, 152. Можно обратиться к интернет-порталу Министерства обороны. Можно выйти на официальный сайт Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны. Андрей Григорьевич, спасибо за беседу. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся завтра. Субтитры предоставил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok